Здарова, друзья, и добро пожаловать на ежегодный сентябрьский топчик самых ожидаемых игр следующего 2021 года. В прошлом году мой топ собрал рекордные почти 2 миллиона просмотров. От такой цифры я просто офигел. Огромное всем спасибо. Тогда я подготовил для вас аж 30 игр. Ну а сегодня, поскольку на носу у нас новое поколение консолей, и игр будет выходить очень много, я отобрал для вас аж 50 игр. Думаю, что такой топ заслуживает лайка, так что не стесняйтесь и жмите. А еще я, кстати, недавно создал инстаграм аккаунт, который активно веду и делюсь мнением о всех просмотренных фильмах, сериалах, играх и не только. Так что можете и на него подписаться, ссылочку я оставил в описании. Ну а теперь я без долгих вступлений буду начинать. Итак, о чудо, Киберпанк 2077 попадал в топы самых ожидаемых игр следующего года, начиная года так с 2015. И поскольку он выходит уже в ноябре, больше его здесь не будет. Но у него есть достойный, сверх ожидаемый преемник, а именно Сталкер 2. Официально новую игру анонсировали в начале 2018 года. За все эти два года разработчики лишь кормили нас намеками, артами. Батончик еще неплохой показали. И вот первый полноценный трейлер был продемонстрирован на презентации Xbox этим летом. Он просто великолепный. Я безумно жду эту игру. Я уверен на все 100%, это будет неистовый шедевр. И если верить Microsoft, то игра должна выйти уже в следующем году. И это вроде как точно. И да, если вы не забыли, то еще в 2018 году, как раз в момент анонса, сам Григорович писал в своем фейсбуке, что собирается выпустить игру как раз в 2021 году. У игры, к сожалению, пока нет точной даты, поэтому ее пока что и не переносили. Дату релиза мы можем узнать уже совсем скоро. И я надеюсь, что все эти слухи утечки правда. И уже в следующем году мы все сможем поиграть в этот шедевр. Сталкер 2 это, конечно же, очень круто. Но если он и выйдет в следующем году, то это, скорее всего, произойдет аж в конце года. А вот уже в начале года нас порадует Far Cry 6. Релиз этой игры запланирован на февраль. Полноценного геймплея нам пока все еще не показали. Есть только скриншоты, которые выглядят очень и очень круто. Ну и само собой об игре мы знаем еще то, что ее действия развернутся в вымышленной стране. Которая будет являться аналогом Кубы. Ну и само собой в игре будет очень харизматичный главный антагонист. Так что с нетерпением ждем эту игру. Hitman 3. Запланированный релиз игры на январь. В игре снова ожидаются контракты, новые локации, особые цели, задачи, новые виды оружия, новые способы убийства, ну и куча всего другого. Но к сожалению никакого полноценного сюжета в игре не будет. Всем нравится то направление, в котором последнее время движется серия. Но меня это не устраивает. Я хочу эпически интересный сюжет как в Hitman Absolution. Надеюсь когда-нибудь разработчики к этому вернутся. Ну а пока ждем что есть. Deathloop. Это экспериментальный шутер от создателей Dishonored. Ключевой фишкой которого будет динамический геймплей с возможностью перемотки времени. Выглядит все круто и думаю играться будет весело. Релиз игры намечен на начало 2021 года. Вервольф The Apocalypse. Оборотни, спецназовцы, реки крови и тотальная расчлененка. Игр про оборотни в индустрии на самом деле не так уж и много. Так что эту игрулю точно стоит ждать. Пока что она выглядит весьма неплохо. The Gang. Это увлекательная инди с элементами платформера, которая порадовала всех на презентации Microsoft этим летом. У главной героини игры есть уникальная супер рука, с помощью которой она будет решать все внутренние проблемы. Механическая рука станет основой всего геймплея. Так что думаю ценители жанра подобное точно оценят. Beyond God and Evil 2. А вот и полноценные долгострои подъехали. Эта игра попадает в топы самых ожидаемых игр следующего года уже 4 года подряд. За это время нам уже несколько синематиков показали и парочку геймплейных демонстраций провели. А точной даты релиза мы все еще не знаем. Да и вообще в этом году об игре не поступало никакой новой информации. Так что в том, что она выйдет в следующем году, нельзя быть уверенным на все 100%. Но все же, может быть это и случится, ведь как-никак, с момента анонса прошло уже почти 5 лет. Пора бы ей уже все-таки выйти. Resident Evil 8 Village. Обитель зла продолжает покорять мир не только с помощью шедевральных ремейков, но и благодаря прямому развитию номерной франшизы. И вот совсем скоро мы получим восьмую часть. Действия которой развернутся в кошмарной деревне. Во франшизу вернутся культовые персонажи. Геймплей будет таким же, как в семерке, но с новыми механиками. Да и вообще разработчики обещают кучу всего нового и интересного. Так что игру однозначно стоит ждать. Shadow Warrior 3. Эта франшиза за последние 5 лет успела стать настоящим эталоном современного рубилова. В этой игре можно уничтожать разными способами самых гигантских и разнообразных монстров. В вашем арсенале всегда находится куча разного оружия и универсальная катана. А враги разлетаются на мелкие кусочки и заливают всю карту кровью. Третья часть, судя по трейлерам, обещает стать самой кровавой и эпичной. Я ее безумно жду и вам советую. Психонавты 2. Это неплохая инди, которую ожидает огромное количество фанатов первой части. Психоделика, упоротость, отличный саундтрек и неплохой геймплей. Если заинтересованы, то обязательно оцените. Как только она, конечно же, выйдет. Гран Туризма 7. Это новая часть культового гоночного эксклюзива PlayStation. Новая игра должна выйти в середине или конце следующего года эксклюзивно на PlayStation 5. Фейбл 4. Легендарная франшиза возвращается после очень долгого перерыва. Вообще об игре пока что ничего не известно. Ее только анонсировали, никаких подробностей не оглашали, а сказали только то, что игра находится на самой ранней стадии разработки. Так что если повезет, мы увидим ее в конце следующего года. Но это пока что очень маловероятно. Elden Ring. Это ожидаемая игра от студии From Software. Тех самых мастеров, которые причиняют неистовую боль игрокам путем создания невероятно хардкорных игр. Elden Ring анонсировали еще в прошлом году и обещали раскрыть все ее основные подробности уже на E3 в этом году. Но E3, как вы уже знаете, отменили и ни на одном из летних онлайновых мероприятий игру так и не показывали. Поэтому все, что об игре известно, так это то, что она само собой будет очень сложной, а ее сеттинг затронет Скандинавию и Викингов. Думаю, что в конце следующего года она 100% выйдет. Обычно From и разработку своих игр долго не затягивают. Череп и Кости. Многострадальный онлайновый пиратский долгострой, с момента анонса которого уже совсем скоро пройдет 5 лет. В 2017 году нам на E3 показывали готовые рабочие геймплейные билды, который работал вроде бы весьма неплохо. Все ожидали, что игра выйдет в 2018 году, но этого не случилось. А в начале этого года в сеть и вовсе попала информация, что в конце 2019 игру начали перерабатывать практически с ноля. Так что ждать ее еще предстоит очень долго. Но она все-таки не отменена, так что рано или поздно она точно выйдет. Еще одна игра от Ubisoft, но с ней у них вроде бы все хорошо. С момента анонса нам, конечно же, не раскрывали никакой новой информации, но обещали рассказать об игре больше уже в конце этого года. А выпустить ее в середине или в конце следующего. Это то, что она будет кооперативной, а убивать в ней нужно будет толпы зомби. Диабло 4 Легенда Близзардов возвращается. Ее анонс состоялся в конце прошлого года, и уже тогда разработчики сказали, что игру не стоит ожидать раньше конца 2021 года или даже 2022. Геймплей игры публике уже демонстрировали. Вы сейчас видите его на своих экранах. Так что если вы фанат серии, совсем скоро на вашей улице состоится праздник. Dying Light 2 Думаю, об этой игре знает каждый, и все ее безумно ждут. Ведь она является эталоном шедевральности от польских разработчиков наравне с Ведьмаком. Первая часть просто покорила мир, и спустя почти 6 лет была анонсирована вторая. Она должна была по идее уже выйти, но студию настигла волна скандалов и увольнений. Так что релиз задерживают. Разработка затянулась, но думаю, что в следующем году игра уже 100% должна выйти. Ибо нам уже и кучу рабочего геймплея показывали, и кучу трейлеров, так что ждем. Overwatch 2 Известный шутер от Близзардов скоро получит продолжение. Фанаты первой части его вроде бы не просили, но Близзарды все равно решили всех порадовать. Halo Infinite Эх, все ожидали увидеть именно этот шутер в стартовой линейке нового поколения Xbox. Я уже даже успел добавить Halo в список самых ожидаемых игр осени. Но в конце августа релиз этого шутера перенесли на 2021 год. Без точной даты. Так что это может быть как начало года, середина года или даже конец года. В любом случае игра точно выйдет в следующем году. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Еще одна игра, которая стала синонимом слова перенос. Ее переносили уже три раза. Я уже много рассказывал о ней в других видео. Думаю, вы и так наслышаны о том, что это возвращение культовой игры с начала нулевых. От разработчиков почти целых 20 лет ничего не было слышно. И вот внезапно они обзавелись финансированием и решили выпустить сиквел. Изначально игра железно должна была выйти в марте этого года. Потом летом, потом осенью. И вот ее уже перенесли на 2021 год. Дальше, давайте уже по сформировавшейся традиции, я расскажу сразу о двух играх. Это Starfield и The Elder Scrolls 6. Обе эти игры анонсировали на E3 2018. Это два полноценных мастодонта в открытом мире от Bethesda. Обе эти игры разрабатываются уже достаточно долго. И еще их объединяет в то, что с момента анонса о них не поступало никакой новой информации. Но все мы знаем, что Bethesda каждый год выпускает по 3-4 полноценных AAA игры. На начало 2021 года у нее запланирован релиз Deathloop и Ghostwire Tokyo. А вот какие игры она приберегла на конец года и какие игры будет показывать летом, тут уже вопросик такой. Вполне возможно, что в следующем году придет время одной из этих игр. И я этого безумно жду. Forza Motorsport. Это еще один культовый гоночный симулятор на сей раз от Microsoft. Atomic Heart. Это небольшой островок света русского игростроя. Полностью одиночная игра с упором на сюжет, которая стилистически очень напоминает Bioshock. И на данный момент имеет отличный потенциал, чтобы стать настоящей годнотой. State of Decay 3. Новая часть зомби-экшена от Microsoft в открытом мире. Как и с каждой новой игрой, разработчики обещают, что тройка станет самой масштабной, эпичной и детально проработанной. Любителям мочить зомби точно понравится. Horizon Forbidden West. На данный момент именно эта игра является самым ожидаемым консольным эксклюзивом грядущего поколения. Изначально все думали, что она войдет в стартовую линейку PlayStation 5 и выйдет этой осенью. Но нет. Ее релиз наметили на 2021 год. Если верить разработчикам, то никаких переносов не будет. И игра возглавит рейтинг эксклюзивов нового поколения консолей уже в следующем году. Ghostwire Tokyo. Великий человек, который стоял у истоков Resident Evil. Потом создал свою новую игру под крылом у Bethesda The Evil Within. И вот теперь он порадует нас своим совершенно новым проектом. Который уже не будет экшеном от третьего лица. А скорее станет мистическим приключением с элементами экшена от первого лица. Геймплей нам уже демонстрировали. Игра выглядит очень даже круто. Так что ее стоит ждать. Chivalry 2. В прошлом году эта игра покорила весь мир своими онлайновыми средневековыми сражениями. Она произвела настоящий фурор. И вот анонс второй части не заставил себя долго ждать. Everwild. Это очень даже интересная приключенческая игра, которая на конференции Microsoft покорила игроков своей красотой и музыкальным сопровождением. Ее релиз должен состояться в начале 2021 года. The Outlast Trials. Франшиза Outlast продолжает развиваться. Но ее новая часть станет уже не одиночным хоррором, а кооперативным. Так что собирайте своих лучших друзей и приготовьтесь вместе строить кирпичный дом. Chorus Rise S1. Это вроде бы неплохая футуристическая инди, которая смогла привлечь к себе внимание на презентации Microsoft. И релиз которой ожидается в следующем году. Stray. Еще одна очень интересная и увлекательная инди, которая привлекла к себе внимание уже не у Microsoft, а на презентации PlayStation 5. Но вы только посмотрите какой миленький котик. Warhammer 40 000 Darktide. Это кооперативный, мясистый шутан во вселенной Вархаммера. Ожидаемо в игре будет много крови и она будет очень эпичной и зрелищной. Так что ее стоит ждать. Hello Nightboard 2. Пару лет назад эта игра покорила топы твича и ютуба. Все кричали и убегали от злого соседа на стримах и массово снимали об этом видосы. Успех первой части был колоссальным. И вот в следующем году выходит ее вторая часть. Avoid It. Эта игра скорее всего не выйдет в следующем году, ведь она находится на самой ранней стадии разработки. А создает ее студия, которая ранее подарила нам Fallout New Vegas и недавно вышедший The Outer Worlds. Эту игру все уже успели окрестить как конкурент The Elder Scrolls, ибо их сходство просто зашкаливает. Думаю получится очень круто и игру однозначно стоит ждать. Hood Outlights Legends. Эту игру анонсировали в августе на State of Play. Поначалу публике показывали простой синематик, но потом был продемонстрирован и геймплей, который скажем так весьма впечатляет. Средневековые баталии и увлекательное приключение. Думаю игра точно получится как минимум очень хорошей. Рыцари Готэма. Пять лет долгого ожидания новой игры про Бэтмена. И вот, этот момент настал. Мы получили анонс игры не совсем про Бэтмена конечно, а про четверых рыцарей Готэма. И судя по увиденному геймплею, все выглядит очень даже хорошо. Геймплей прям классический Бэтмен Аркхэм, ну и плюсы сам функционал значительно возрастет. Да и в коопе играть будет очень весело. Так что игру стоит ждать. Project Atia. Эту игру анонсировали на презентации PlayStation 5. Ее тизер был, ну скажем так, весьма интересным. Нам показали пару секунд геймплея и этого хватило, чтобы заинтересовать публику. Игрой занимается Square Enix и они обещают ее выпустить в конце следующего года. Returnal. Ожидаемый эксклюзив PlayStation 5. Да, эта игра была заявлена именно как эксклюзив PlayStation. Ее показанный геймплей очень даже отличный. Графон на уровне и учитывая то, что это будет именно эксклюзив, думаю игра сможет всех удивить. Ratchet & Clank. Rift Apart. И плюс еще один эксклюзив PlayStation 5. Да, напоследок я решил пробежаться по эксклюзивам PlayStation. Всеми известная и обожаемая франшиза Ratchet & Clank возвращается и обещает по максимуму использовать консоли нового поколения. Эти самые возможности нам уже продемонстрировали в геймплейном ролике и выглядит все очень круто. Так что ждем. Demon's Souls Remake. Ожидаемый ремейк одной из самых сложных игр From Software. Любители хардкора будут в восторге и игра кстати тоже будет эксклюзивом PlayStation 5. Destruction All Stars. Это кооперативный гоночный экшен с тотальной разрушаемостью автомобиля и шикарной физикой повреждений. Выглядит все очень круто и динамично, так что драйвовый экшен точно стоит ожидать. Изначально на этом месте была игра Gods & Monsters. Но после последней конференции Ubisoft Forward я был вынужден ее заменить сразу на две игры. Так что игр в сегодняшнем топе будет не 50, а 51. Сделал я это потому, что во-первых эту самую игру переименовали в Immortals Fenyx Rising. И назначили ей дату релиза на этот год уже 3 декабря. Так что из списка она автоматически пропадает. А на ее место приходят ремейк Принца Персии. Релиз игры запланирован на 21 января следующего года. И как по мне игра выглядит ну нормально. Я конечно ожидал от слова полноценный ремейк намного большего. Но пройти разок только ради ностальгии думаю можно будет. И вторая игра которую показали на Ubisoft Forward и наметили ей дату релиза на 25 февраля. Riders Republic. Такая себе веселая сборная солянка из спортивных дисциплин. От езды на сноуборде до полетов на вингсьютах и гонках на байках. Выглядит все достаточно весело и зрелищно. Так что думаю игру можно будет оценить. Unnote 9 Awakening. В последних числах августа публику обрадовали анонсом этой игры. Ее синематик трейлер показали на Gamescom. Он тут же собрал много просмотров, а игра автоматически стала одной из самых ожидаемых. Ее релиз запланирован на следующий год. Dustborn. Это еще одна вроде как неплохая инди игра, которая имеет неплохой потенциал. 46 и 47 игрой сегодняшнего списка становятся Call of Duty и Battlefield 2021. Эти игры совершенно точно выйдут в следующем году, но официально их анонсируют не раньше апреля следующего года. Что о них на данный момент известно? С вероятностью в 99% следующей колдой станет Modern Warfare 2. Ключевой студией разработчиков будет Infinite War. Это как бы очевидно. Следующей частью Battlefield скорее всего станет Bad Company 3 или же просто Battlefield 6. Точно пока что сказать сложно, но вот в чем можно быть уверенными на все 100%, так это в том, что сеттинг игры точно развернется в нашем времени. Обе эти игры выйдут в конце следующего года. Ну и последними тремя играми списка станут игры, которые в следующем году точно не выйдут. Но сказать о них все-таки нужно. Во-первых, это Прагмата. Игру анонсировали на презентации PlayStation 5. О ней пока ничего не известно. Все, что у нас есть, это шикарный синематик, в конце которого написано ждать игру не раньше 2022 года. Далее. Suicide Squad Kill the Justice League. Долгожданная игра от Rocksteady создателей оригинальной франшизы Бэтмена. Игра создается уже очень долго. Это будет кооперативный экшен от третьего лица, который продолжит развивать вселенную Аркхем. В конце первого трейлера дата тоже указана на 2022 год и не раньше. Ну и последняя игра это Silent Hill Remake. На протяжении всего лета об этой игре ходило множество слухов. Тот факт, что ее разрабатывают, подтвердили все инсайдеры. Но в итоге ее так и не показали. В любом случае, либо в начале, либо в середине следующего года, ее анонс точно состоится. Это 100%. И дату релиза, скорее всего, назначат на 2022 год. Ну а на этом все, друзья. Это был самый огромный топ ожидаемых игр на 50 штук из всех, что я когда-либо выпускал с озвучкой. Так что не забудьте поставить ему лайк, оставить комментарий, поделиться этим видео с друзьями и подписаться на канал, чтобы ничего больше не пропускать. Всем удачи, друзья, и всем пока.